Это лето славянским школьникам запомнится не только туристскими походами. В рамках летней оздоровительной кампании для них организуют экологические квесты, спортивные соревнования, кинолектории, экскурсии. Подробнее о том, как проводят свои каникулы славянская детвора, смотрите в блоке коротких новостей. В Славянске на Кубани продолжаются соревнования в зачет малых Олимпийских игр. В этот раз 12 команд летних дворовых площадок города состязались в умении проходить туристскую полосу. Юным Олимпийцам предстояло пройти несколько испытаний. Некоторые требовали от ребят предельной собранности, ловкости и хорошей физической подготовки. Но несмотря на сложность туристской полосы, все спортсмены справились с поставленными задачами. Лучший результат показала команда «Суприм» юных коммунаров 70. Также для ребят был проведен эко-квест, посвященный году экологии. Юные знатоки отвечали на всевозможные вопросы о природе. Угадывали голоса птиц, определяли зверей по следам. С экологической викториной лучше всех справилась команда «Нон-стоп» улица Совхозная, 75, дробь 1. Итоги этих состязаний войдут в общую копилку достижений каждой команды. Победители определят в конце лета на закрытии малых Олимпийских игр. В рамках краевой акции «Кинематограф против наркотиков» в нашем районе с началом каникул стартовало мероприятие, посвященное здоровому образу жизни «Начни с себя». Ребятам в доступной и игровой форме рассказывают о вреде курения, о гибельных последствиях употребления наркотиков. Также демонстрируют мультфильмы и документальные фильмы антинаркотической направленности. Подобные видеолекции пройдут во всех поселениях района. Чтобы летние каникулы запомнились только яркими и интересными событиями, сотрудники историко-краеведческого музея регулярно проводят для юных славянцев всевозможные познавательно-развлекательные мероприятия. Одно из последних «Один день из жизни матери казачки» прошло в детском парке. Ребятам не только показали и рассказали о предметах быта, которыми пользовались казаки, и старинные утюги, и стиральные доски, но и дали возможность попробовать принести воды на коромысле или постирать бельё. Вот умничка какая, мамина помощничка. Видите как? Слышно, что доска у нас прямо шлепит. Вот, вот так. Молодец. Благодаря такому мероприятию ребята смогли окунуться в жизнь казаков, прикоснуться к истории нашей малой родины. Историко-краеведческий музей приглашает юных славянцев и их родителей в дни школьных каникул посетить новую выставку «Блеск стекла и твёрдость стали». На ней представлены предметы из фондов музея. На выставке вы можете познакомиться с холодным и огнестрельным оружием, начиная с 17 века и заканчивая 20-м. Во второй экспозиции представлены предметы из стекла и фарфора конца 19 века, а также старинные иконы. Музей работает ежедневно, кроме понедельника.